Портировки Молитва Исповедь Да, хотя если Допустим подойти к Всем привет Здрасте Здрасте, здрасте Всем привет, как говорится Да Вот знаете, люблю мощные машины Вот Там, где надо, тапку в пол Прямо вот, знаете, когда Когда секунды решают дело Все-таки у машины должен быть запас Все-таки должен был запас Турбированный дизель В этом плане Прямо вот не нарадуюсь, вы знаете Наталья Назарова, вижу Да, здрасте Я был на На примерке я был На примерке для Беспринципных Ну, в бутике там мерили костюмы Вот Костюмчики Закачаешься Вот Да-да-да, мои любимые троечки В российском кино Нету больше ни одного актера Кто бы так носил тройки, как я Это я вам серьезно говорю Под тройку надо родиться Тройка такой костюм, что не каждому идет Да, я сегодня такой У нас холодно было У нас сегодня с утра было 14 градусов Это вот час 17 И немножко солнышко выглянуло А с утра был вообще мрак полный Вообще полный мрак был Для роли Но я немножко волосы приведу в порядок Нет, не буду коротко стричься На это, в принципе Вот по всем утвержденным ролям Там как бы, ну, по прическе допуск Такой, знаете Ну, кажется Нет особой претензии В Минске 14 Да, мне мама тоже говорит У них на Украине там тоже дожди там льют Тоже похолодало очень сильно Вот Одна радость, что Сейчас под огород Под огород как раз Ну, самое оно дождик-то Самое оно Говорит, картошка поднялась Такая довольная, знаете Когда все своими руками Ну, как бы делаешь И так далее Фильм Да, неплохой фильм был очень даже Такой, я вам так честно говорю Я так, я не смотрел Я так глянул пару раз Ну, как бы так Ну, такой хороший фильм Выходного дня, мне кажется Там, без особых претензий Там В общем, такое Омск Да, здрасте В Омске 32 Казалось бы, да Здрасте, здрасте Всем привет Здравствуйте Да Я под роль, ну, конечно, меняюсь Но я не могу вам это объяснить Это такая работа подсознания Где я Ну, то есть На уровне какой-то вот такой, знаете Каких-то вещей Я просто за этим иду И Я просто иду, как бы, за текстом Иду за ролью У меня сама по себе Картинка какая-то вырисовывается Как это должно выглядеть Как мне кажется И я вот, как бы, и иду За этим Ну, это на автомате Это уже в процессе прочтения сценария Происходят у меня такие вещи Я прекрасно, спасибо Вижу Новгород Вижу Дагестан Вижу, да Да Смотрели, да Ну, в общем, такое, короче Дети Ну, у меня как-то с детьми, да У меня получается нормально с детьми общаться Вот Никогда на площадке не было проблем Ну, это и роль такая, знаете Она, она небольшая Просто я вам открою секрет Дело в том, что режиссер Режиссер И начальник полиции Начальник полиции Актер Вот Мы учились Мы учились вместе Начальник полиции Ну, в своих постановках Ну, в своих постановках он любит играть Ну, он очень хороший режиссер театральный То есть, у него прям постановки Постановки есть Вот А режиссер Режиссер Очень вообще смешная история была Мы с ним вместе Мы с ним вместе Поступали В Днепропетровское театральное отделение Ну, в смысле Училище На драматическое отделение И его взяли А меня нет Ну, то есть, мы с ним вместе шли Вот И прошли годы Прошли годы Вот Он, правда, ушел в армию Когда он поступил Отучился первый год И ушел в армию Вот А когда я уже заканчивал И был на четвертом курсе Он из армии вернулся Он три года на флоте служил Вот И я заканчивал А он пришел на второй курс Так что, вот так вот Поэтому у этого фильма Вот такая вот есть Закулисная предыстория Я вам выложу фотографию Где мы втроем стоим Вот Нас связывают Долгие-долгие годы дружбы Ну, и такого общения Просто Глеб Якубовский, режиссер Просто не всегда получается Попасть к нему, как бы, в картину Вот То бывает так То я уже снимаюсь То он не снимает И так далее А тут попало Все сложилось Вот Поэтому вот у этой картины Есть такая маленькая предыстория Там три человека Которые там знают друг друга Там почти 30 лет Больше даже Я поступал Я поступал Мне было 14 А Глеб был после 10 класса Ему там было почти 17 Поэтому его взяли Но он как бы постарше Его взяли На драматическое отделение А мне предложили кукольное отделение Да, так что вот так Чтобы просто, ну Это такое Личное как бы Ну В принципе Оно вам надо Не надо Но вот такая вот история Чтобы вы знали Я фоточку выложу Ну, может, в сторис Сброшу Да Здрасте Пасмурно дождь похолодало Да, везде такое Я на Украине В Белоруссии Я так понял И так далее Ой, я так смеюсь Украина Поперед батьки в пекло Закрыла, короче Коридоры Ну, пролета Белорусским компаниям Я тут помню Одна дамочка потирала Где-то я в дискуссии какой-то участвовал Одна дамочка потирала руки Говорила, что Как это выгодно Украине Что сейчас все самолеты Как бы, ну То есть будут транзитом Летать через Украину теперь Если раньше все летали через Беларусь Как бы транзитом То она как бы так Злорадно хихикая Что типа Ха-ха-ха Как говорится там Сейчас Украина на этом заработает Она просто Может быть и правильно соображала Только ж она не знает, что На Украине у власти дебилы Они взяли и закрыли Непонятно с чего Вот Вопрос возникает Что Украине сделала Белоруссия Такого плохого Что Белоруссия взяла и закрыла им транзит Ну то есть Вот Ничего Беларусь для Украины плохого не сделала Ничего Вот Ну это опять же таки Украина взяла, закрыла транзит Ну такая черта Понимаете Вот сегодня Вот сегодня на Украине Вылезают вот те человеческие Недостатки Которые Ну там В Советском Союзе Там При других временах Их было Незаметно Так знаете На бытовом уровне Иногда проскальзывало А сейчас Это прямо Во всей красе Государственная политика Все как надо Короче Ай дебилы Ай-яй-яй-яй-яй Белоруссия естественно Недолго думая Взяла И похерила И похерила Как бы торговлю С Украиной Повводила Таможенные пошлины Сертификацию И так далее И то есть Украина У которой и так Там Ну страшенный Торговый Торговый Как бы Дефицит То есть Ну мало куда Может сейчас Продать свою продукцию Ну потому что В Европе Ее продукция Ну там нахер не нужна Какие-то там Исходники Ну там Сельхоз продукция Первичная такая Без обработки То есть не продукты А что называется Сырец Вот Ну они выбирают По квотам И все Потом плевать А продукт переработки То на чем Страна зарабатывает Потому что Работают фабрики Заводы Рабочие места Зарплаты Налоги Там Отчисления пенсионные Там страховые И так далее И так далее Вот Это всегда Переработка Так вот Беларусь покупала Как раз Переработанную Продукцию Нет Похерила Сказала Не надо Ой Ну господи Прямо вот Иногда смотришь Просто диву Даешь А спрашивается А зачем А зачем Вы это делаете Что вам Минск и Беларусь Батька Который всегда Батька Крым не признал В Крым Не летает Там Там Всякие Разли Там Бензин Там Продает Там Там Дистопливо Продает Там Электроэнергию Там дает Как бы Да Потому что Ну своей Как бы Тоже там Ну Время От времени Бывают Перебои Потому что Я говорил В прошлый раз Что Украина Единственная Страна СНГ Где Энергетическое Производство И потребление Падает Год от года Вот И так далее Зачем Что Вам Сделал Вам Плохого Ну Вот такие Короче Вот такое Короче Я Улыбаюсь Вообще Да Сашулечка Я знаю Что я говорил Ты сейчас Меня хочешь Что На слове Поймать Деточка Ох Смотри Сейчас Доиграешься У меня Взрослому Дяде Такие вещи Знаешь Как говорится Лучше В личной Переписке Да А то Сейчас Я тебе Это Тоже Тут Скажу Пару Ласков Привет Из Украины Здрасте Украина Улыбаюсь Тут Короче Над политикой Вашего Правительства В отношении Белоруссии Ай Красавцы Здрасте 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 Да Ну по другому То как Ну как На это По другому Реагировать У меня Лично В голове Это не укладывается Я не понимаю Калмыки Здорова Да Да там По моему Пол Украины Сейчас улыбается У виска Крутит Ну реально Ну то есть Сейчас Белоруссия В ответ Тоже закрыла Пролет Украинским Самолетом Над своей Территорией И теперь Как им Облетать Теперь им Нужно Облетать Там через Ну для того Чтобы в ту же там Прибалтику Там куда-то В Европу Летать Тоже Были же Рейсы Рейсы Транзитные Через Белоруссию Полетов То есть Как бы Сейчас Украинские Компании Будут вынуждены Облетать Территорию Белоруссии То есть Ну чтобы летать В Европу Потому что В Россию Что они не летают Вот Получается Что теперь Для простых Украинцев Полет в Европу Станет дороже На некоторых Направлениях Потому что Ну придется Облетать Белоруссию Ну то есть Экономический блок Правительства Украины Вот Просто Честно говоря Клиника Клиника Просто страшенная Такое Исполняют Что мама Дорогая Здрасте Привет Тюмень Спасибо Да Я сегодня Такой Видите Какая у меня Кенгурушечка Вот Я хотел сюда Еще Нашить Нашить Серп и молот Такой Знаете Вот Не нашел Привет Брянск Здрасте Здрасте Нет Ну понимаете В чем дело Политика Вообще Как бы Она всегда Людей напрягает Какая-то напряженка Серьезные разговоры И так далее Но Вот Я понял Один прекрасный Такой Да Вот Международные политики Разговоры Это все Куром на смех Это ни о чем Говорить можно Все что угодно Смотреть надо Только На поступки Государств Только на поступки Потому что Говорить Можно Все что угодно Есть же категория Еще как бы Политиков Да Которым в принципе Можно говорить Вообще Все Можно Ну как вот Жириновский Да Ему можно говорить Все На любую тему И все То есть Ну как бы Все понимают И Вообще Слова В политике Это такое Знаете Ни о чем Всегда нужно Смотреть на поступки Вы в шоке От того Что славяне Вы знаете Я вам так скажу Иногда Иногда В семье Как говорится В большой семье Надо сесть И разобраться Кто есть кто Перед большим Рывком Перед большим Рывком Куда-то Да А такой большой Рывок Намечается Нужно вообще Понять Понять Кто с тобой Рядом Поэтому Что называется Надо сесть Надо сесть И разобраться И те Кто нам Не братья С собой Не берем Как говорится Сейчас Такова ситуация В мире Вот И вы наверняка Это все чувствуете Вот Что Вот Есть ощущение Что-то будет Вот есть ощущение Вот оно прямо Где-то рядом Где-то прямо Вот На поверхности Мы его шкура Ощущаем Более там Люди Такие Знаете Проницательные Которые способны Смотреть за горизонт Примерно понимают Что и когда будет Сейчас в мире Сейчас в мире Готовится Глобальное Перераспределение Сил Вот Сейчас Векторы силы Очень серьезно Поменяются Америка Америка Просто Катастрофическими Шагами Теряет Свою Былую Мощь Свою Былую Как бы там Влияние И так далее Сейчас Вектор Медленно Медленно Это понимаете Как время года Когда ось Планеты Там Да Наклон Меняется То же самое Происходит Сейчас В мире Но в политическом Плане Сейчас Центр тяжести Смещается В Тихоокеанский Туда В Азиатский Регион Китай Китай Это будущий Центр силы На ближайшие 100 150 А зная Китайскую Историю Мы понимаем Что это На ближайшие Лет 250 300 Вот Лет 250 300 Поэтому Поэтому Такие вещи Просто так Не происходят Такие вещи Происходят Как правило Глобальными Какими-то Конфликтами Но учитывая Что огромное Количество Стран Ну как Огромное Относительно Огромное Количество Стран Имеют Довольно-таки Эффективное Оружие Даже Не ядерное Ну там Например Гиперзвуковое Какие-нибудь Крылатые Ракеты Опять-таки Допустим То же самое Ядерное Оружие И так далее То Глобальной Войны Как таковой Как таковой Ее Не может быть Потому что Все игроки Понимают Что Ну это Конец Вообще Для этой Цивилизации Для этого Мира Порядка Никто На это Не пойдет И Америка Потихоньку Потихоньку Сильно Сопротивляясь Гадить Будет Всем Кому Возможно Но Будет Сдавать Позиции И Выторговывать Для себя Некие Договора Вот Вы думаете Почему Вдруг Ни с того Ни с сего Байден Едет На переговоры С Путиным Ну вот Просто Задумайтесь Во-первых Байден Был Инициатором Обратите Внимание И это Не конкретно Байден Этот больной Маразматичный Человек Который В реальности Путается Нет Байден Это Как бы Некая Понятно Обложка Содержание Это За ним Почему Они хотят Договориться С Путиным Потому что Путин Это Последний Шанс Для Америки Удержать Мировое Господство Америка Будет Торговаться Понимаете В чем Дело Она будет Торговаться С Россией Потому что Она Прекрасно Понимает Что В ситуации Между Америкой И Китаем Те кто Главные Россия Потому что Та То С кем Будет Россия Тот И будет Управлять Этим Миром И Учитывая Наши Отношения С Китаем С Китаем На сегодняшний День Россия Практически Полностью Повернулась Китаем Для нее Европа По большому Счету Уже Неинтересно То есть Ну Как Рынок Куда Продавать Как бы Там Газ Нефть Там Какие Там Ресурсы Там Для того Что Богатые Есть у нас Почему Их не Продавать Все Все Кинуть Кинуть Туда Трубу И Пускай Капает Копейка Все Важные Дела Сейчас Будут Делаться На Другом Конце На Другом Конце Грубо говоря России Вот Поэтому Рекомендую Очень Серьезно Подумать Над тем Чтобы Получить Свой Дальневосточный Гектар Потому Что Ваши Внуки Ваши Внуки Будут В шоколаде Если У них Сейчас Если Вы Сейчас Возьмете Дальневосточный Гектар Потому Что Взрыв Вообще Промышленный Взрыв Экономический Будет Сейчас На На Другой Половине Нашей Страны Так Вот Вернемся Если Вам Конечно Интересно Если Не Интересно Вы Мне Скажите Вот Вашан Вы Дочь Попали Да У Кого То Плюс Девять Слушайте После Моей Профессии Политика Это Вообще Самое То Что Меня Поглощает Целиком А Вы А Вышел Я На Это Через Историю Я Очень Историей Увлекаюсь А История И политика Они Прямо Связаны Вот Прямо Вот Так Ребята Вот Так Что Так Вот Рассказываю Да Так Вот Что Собственно Говоря Может Америка Сейчас Предложить Россия Американцы Вы Знаете Они Такие Ребята Они И же Как Ну Как говорится С револьвером И добрым Словом Да У них Такой Имидж Можно Добиться Значительно Большего Чем Просто Добрым Словом Поэтому Они Наверное Попытаются Нам Как бы Скажем Так Сделать Одолжение И в чем-то Пойти На уступки Ну Там Типа Экономические Санкции Отменить И так Далее Хотя Все Экономические Санкции Какие Только Уже Возможно Они Ввели Остальные Экономические Санкции Если Они Будут Их Вводить Это Будет Очень Больно Бить По Их Бизнесу Бить По Их Интересам Вообще И так Далее Поэтому Учитывая Что Америка Сейчас Стоит На Пороге Довольно Таки Серьезного Экономического Кризиса Если Вы Обратили Внимание У них инфляция растет Процент В месяц Такое Было Только В России В 90-х Годах Америка Прям Реально Сейчас Что-то Невероятное У них Происходит Вот Поэтому Санкциями Пугать Нас Смысла Уже Нету Все Что Можно Они Ввели Мы Адаптировались Как говорится Мы Перешли На Как говорится Самоокупаемость Болезненно Это Было Для Нас Безусловно Это Было Болезненно Я Не Буду Спорить Вот Это Было Болезненно Вот Вот Интересно Как так Можно Машину Ставить Чтобы Больше Никто Вообще Не Припарковался Вот Кто Это А Это Мой Сосед Ох Получит Сейчас У Меня Ах Ты Я Тебе Сейчас Выскажу Все Дорогой Соседушка Хороший Сосед У меня Мужик Но Машину Поставил Из рук Вон Плохо Невозможно Припарковаться Вот Поэтому Как бы Санкции Даже Вместе С Европой Европа В принципе Уже Рада Санкции Какие Отменить Потому Что Ну Как Бы У них Тоже Не Все Хорошо Вот И так Далее Потом Что Еще Может США Как бы Нам Сделать Да По Большому Счету Уже Ничего Поэтому Мы Так Сказать На Встрече Будем Сидеть И Скрывая Как сказать Давиться Улыбкой И слушать Все Что Они Будут Рассказывать Особенно Я представляю Как Это Будет Тонко Делать Путин Я Понимаю Что Переговоры Будут Закрыты И Мы Не Сможем Это Увидеть Но Я Просто Представляю Знаете Когда Путин Знает Что У него Сильные Сильные Карты Как же Как Не Странно Да Под Санкциями Разорванная В клочья Экономика Бензоколонка И тому Подобное Извините Сейчас Просто Паркуюсь Тут Как На слух Практически Потому что Очень Неудобно Машины Стоят Соседи У меня Вообще Что Расслабились Ну Как То Так Наверное Вот Что Еще Проблемы Понимаете Как Эти Переговоры Нужны Американцам По той Простой Причине Что Извините В Америке Как я уже Сказал Инфляция Растет Процент В Ну В месяц Это Много Это Очень Много В Америке Общество Расколото В Америке Они Печатают Совершенно Просто Фантики Свои Какими-то Невероятными Объемами И так Далее Извините В Америке В Америке До сих Пор Капитолия Охраняет Тысячи Национальных Гвардейцев Ну то есть Это как бы Ну реально Реально Ребята Это жалша Да Вот Так что Так вот Поэтому Очень интересно Смотреть Что Собственно Говоря Будет Так что Да Я вот Сейчас Соседом Поговорю Скажу Что ты так Паркуешь Это Вот Так что Вот Так вот Что они нам Могут Предложить Я даже Не знаю В принципе Там Ничего Не Нужно Я так Думаю Что Украина Нам точно Не нужна Ну во всяком Случа Вся Это точно Вот Я думаю Что никто Ее подбирать Не будет Кормить Ее за свой Счет Я думаю Смысла Нету Минск Беларусь Они трогать Скорее Всего не будут Потому что Ну Минск Беларусь Трудно За что-то Взять Вся Практически Экономика Беларуси Там Процентов На 90 Работает На российскую Экономику Да Что еще Они нам Могут Предложить Крым Признать Ну Это они Как говорится Знаете Что называется Никогда На это Пойдут Да нам В принципе И не Нужно Да Что Они еще Могут Нам Предложить Санкции Отменить Нам Эти санкции Ну Как бы До одного Места Я даже Не знаю Что Они нам Могут Предложить Такого Чтобы Мы с ними Начали Дружить Против Китая Да Так что Вот так Вот Так что Вот так То что Я вам Рассказал Вы теперь Следите За этим Потому что Вот Мне например Очень нравится Иногда Знаете Так это Смотреть Что происходит Спустя месяц Пару недель Понимаете И так это Народ Простой Страдает Не жалко Абсолютно Этот народ Собственно говоря Голосовал И выбирал И на Майдане Прыгал И так далее Люди Выбирали Честно Свою судьбу Вот Поэтому Если Вы за Как бы Ну в смысле Вот если бы Я бы Это Я бы не страдал Это судьба Я же говорю Что каждый Выбирает Свою судьбу Абсолютно Не жалко Почему я должен Жалеть Почему я например Как в Великую Отечественную войну Я вот не понимал Да Почему в Великую Отечественную войну Мы пришли И пощадили Например Тех же там Допустим Ту же Германию Тех же немцев Понимаете Да Кто-то сказал Что типа Простой народ Не виноват Пардонте Простой народ На руках Гитлера Носил Носил Простой народ Своих сыновей В армию Там этого Гитлера Посылал Посылал Простой народ Своими простыми ручками Ковал Блин Танки Там автоматы Пулеметы Патроны Из которых Убивали Наших Родителей Ну там Детей Ну в смысле там Детей Там родителей Дедушек Бабушек Убивали Убивали Так собственно говоря Что значит Простой народ Не виноват Все начинается С простого народа Все что сейчас Происходит на Украине И вообще бы то Где ни было В Грузии Там допустим Еще там где то Все начинается С простого народа Ну просто народ Это такое знаете Общее такое понимание Не конкретно Персонализации А некая масса Ну это некая масса Проголосовала За Зеленского Семьдесят Почти пять процентов Больше Зеленского Набрал только Лукашенко По моему Вот из как бы Кого я знаю Там политиков Да Что значит Простой народ Не виноват Виноват Делите ответственность За то Что делает Ваше руководство Или Берете топоры Вилы И идете Меняете Своё руководство Я так думаю Вот у меня такое мнение А по другому Никак не бывает Понимаете Поэтому Не 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 Простой народ Должен страдать Как говорится Потому что Он сделал свой выбор Абсолютно не жалко Честно скажу Вот вообще Ни капельки даже Ну правильно Что выбрали То и заслужили Правильно Каждый народ Заслуживает свою власть Есть такое Древнее Римское По моему Изречение Вот Знахок Хороший фильм Да Один из моих Таких вот самых Скажем так Ну Не то чтобы Любимых Один из самых Непростых Я курил Давно Давно Вот Да мне все равно За Порошенко Вы голосовали Против Зеленского Или за Зелен Мне все равно Вы выбор Сделали Все Вперед Дальше Как говорится Расхлебывайте Тут же как Вот если я например Я за Путина Голосовал Как бы жизнь Не сложилась Я понимаю За что я буду Там допустим Получать там Какие то там Плюхи там От жизни За то что я голосовал За Путина Но я искренне Делал этот выбор Я голосовал Все время за Путина Всегда Вот я в этом признаюсь И мне не стыдно Если честно Так что так вот Да На трассе Еще через На трассе Еще через попу Делается Что что делается Не понял Через какую попу На какой трассе Что это такое Какие то Записки путаны Привет старая руса О старая руса Вообще Вот как бы Все говорят Про ладогу Ладога Типа с ладоги Пошла есть Там как бы Русь И так далее Нихера Все пошло Со старой русы Все со старой русы Пошло А знаете почему Под старой русой Были соляные копи Да Где соль добывали Грубо говоря Открытым способом А соль в древности Была просто На вес золота Ну все наверняка Это знают Так вот под старой русой Были соляные копи Которые принадлежали Семье Семье Князя Догомысла Догомысла Вот А князь Догомысл Был никто иной Как дедушка По материнской линии Рюрика Вот И они были очень крутые Они были практически Олигархи И вот его семья Сидела на торговых путях Ну у них как бы Были связи Они торговали Даже не с Византией А торговали с арабами И Рюрик Рюрик водил По Речным По речным Как бы Ну По нашим рекам Рекам России Потому что ну Дорог не было Был везде лес Передвигаться можно было Только по рекам Вот Водил караваны Из Европы В Даже не в Варяги Варяги то потом появились Вот А в Арабы А в Арабы Вот И так далее И почему Рюрика все избрали Все Все славянские племена Как бы да Там Все проголосовали За то чтобы Рюрик Пришел править Вот Потому что ну как бы До этого был неким таким Лидером Духовным в том числе Был князь Догомысл Который жил в Ладоге Вот И все знали Рюрика Потому что он со всеми торговал Как бы Ну все его знали Там Ну он охрану Организовывал Купцам Европейским И так далее Вот И все сказали Конечно толговый мужик Еще тем более у него там Столько золотишка за ним было Соль была за ним Поэтому его избрали князем Ну да ладно Это отдельная история Я вам ему как-нибудь потом расскажу Вот Вы этого никогда не прочитаете В В официальных источниках Потому что ну Пока Пока Официальные исторические источники Сопротивляются этому Но я вот это На протяжении шести лет Когда изучал эту тему Я вот пришел Собственно говоря И спустя какое-то время Мы с Задорновым Задорновым Начали Ну как бы Я немножко Честно скажу Я честно скажу Не факт что я раньше Возможно что Задорнов Все таки он из семьи историка Очень известного Его отец очень известный Русский историк Вот И я думаю что Задорнов Тоже параллельно над этим работал Потому что когда я посмотрел Его документальный фильм О Рюрике Как бы о Древней Руси Вот И это Что 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 Юрий Батурин из Норильска Передайте привет моему мужу Который сейчас На вас похож У него сегодня день рождения Поздравьте его С днем рождения Пожалуйста Муж который похож На Юрия Батурина У которого сегодня день рождения Я поздравляю вас С днем рождения Желаю вам всего самого Хорошего Прежде всего Крепкого здоровья Потом второе Я вам желаю Чтобы рядом была всегда Ваша любимая женщина И третье И третье Чтобы у вас была работа От которой вы получали бы Кайф И деньги Я считаю Что три важных вещи Которые делают мужчину счастливым Это здоровье Любимая женщина И любимая работа Вот я вам желаю Все остальное Это вам пожелают ваши родственники Надеюсь вы довольны Да Вот Так что так вот Поэтому я вам как бы Ну в смысле И мы об этом говорили Так вот Когда два человека Говорят Начинают говорить об одном и том же А возможно еще есть И третий И четвертый человек Когда примерно То же самое говорил Вот это тогда и является Это знаете как информация Пришла Бэм Не одному А сразу нескольким И хорошо что пришла мне И Задорнову Мы оба творческие люди Мы это подхватили И мы вот как бы так Он У него как бы Ну было больше возможностей Поэтому он сделал документальный фильм Очень хороший Я не совсем согласен Но в целом В целом Процентов на 75 На 80 Абсолютно вот прям Один в один То же самое О чем я говорил Я уверен Что это рано или поздно Ляжет в основу Как бы ну истории Происхождения Нашего государства Российского Да В старую русу Обязательно Обязательно Я хочу Я как-то вот Я как-то плыл на Валаам У нас была остановка где-то И до старой русы было Что-то километров 120 И у нас стоянка была 6 часов И меня так подмывало поехать Но по времени я бы не успел Поэтому очень жаль Но когда-нибудь целенаправленно Я прям вырваюсь Именно и в Ладогу И в старую русу И так далее Михаил Задорнов Да Михаил Задорнов У него отец Очень известный Известный русский И советский В смысле истории Задорнов вообще Из очень такой Продвинутой семьи У него отец Профессор истории Он сам Закончил историко-филологический факультет И так далее Он вообще У него тоже хобби Была история Вы посмотрите в интернете Найдите фильмы Задорнова О Руси О Рюрике О Рюрике Забытая Забытая Как-то подожди Называется Сейчас вот Вылетела из головы Да Летом на море Да я работать буду Слушайте У меня 4 картины уже Сейчас еще если утвердят На пятую Все Я как раб на галерах До нового года Да Все Братцы Писатель еще он был Амур-батюшка-роман Да-да-да-да-да Да-да Все Ребятки Давайте Поздравление понравилось Отлично 20 долларов Мне на счет Бросьте Да Так что так Ну все Вроде бы обо всем поговорили Давайте Понедельник день тяжелый Поэтому Забуйки не заплывайте Вот Не ну кого день рождения Тому можно Вот Да Так что так вот Но тем не менее Все я вас всех обнял И давайте Всего хорошего Будьте здоровы До скорой встречи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok